Чем блатной отличается от мужика и как стать блатным? Блатной мужик целый день на шконке валяется, у него все равно с администрацией, со шнырями, с завхозом. Он может целый день проваляться в койке, а во второй половине дня он может сесть играть либо в карты, либо в нарды, либо просто в домино. При этом гневально от него опитается, завхоз питается, извините, мусора и те кушают с этой кормушки. Конечно, если зампобор или искумовив кто-то прижучит эту команду, то мусорам безвыходное положение, а не ловит. А как ловит, надо же дневального накрутить, а дневальный уже подставляет завхоза. И все, сказка кончается. То есть блатной отличается от мужика тем, что может делать все что угодно, не выходя из камеры. При этом если ему надо выйти из одной секции в другую, а у вас при этом закрытые помещения, то есть вы не можете просто так выйти из одной камеры в другую. А у вас увязки свои. Вы подтянули ключника, поговорили и пошли. Либо вы на прогулке славитесь в соседней камере, либо на больничке, либо на свиданке, либо просто в шизо. Если вы нормально бабла заплатили, то почему нет? А мужик чем отличается? Мужик поднимается в 6 часов. Вот у меня, например, есть кружка чая, а у него нет. Он по неволе встает, чая нет, и идет по неволе на развод, а развод, это вывод на биржу, чтоб заработать себе денежку, то есть на лицевый счет. А там, если бригадиров или коменданта промзона обманят, то и нормально. Вот я, допустим, в кочегарке работаю, у меня выход спокойно. Почему? Мне нужен трактор привезти дрова, я спокойно иду в ГСМ. Спрашиваю там, почему трактористы не заправили? А мне отвечают, что солярки нет. Спрашиваю, вчера была. Говорит, была. Иди в РММ, узнай, почему не выезжают. Он верит же, что у меня свободный доступ. Я мужик, я кочегар. Я иду в РММ, говорю, Анатолич, здорово. Дай чай, о, хохол, конечно, на. Пацанам передай немножко. Сейчас я приеду. Я бегу быстрее в котельную, быстренько чефирок варим. И тут, конечно, если пачку сигарет где-то раздобыл, а нас бригада 5 человек работает, и курнем, и чефирнем, а тут и трактор приедет. Все сыты. А если еще в процессе дня кто-то заехал из вольных им надо погрузить опилки или еще что-то, а бригадиры или комендант не знают этого, конечно, мужики побежали, быстренько все сделали, потом, пожалуйста, пей чай. Вот чем отличается мужик от блатного. Мужик своим горбом зарабатывает, вот этими вот руками. А блатной сидит в секции, ящик смотрит, в нарды играет, хочет видео включит, дневальному свистнет, тащи мне гребня какого-нибудь и все. Вот такой вот расклад примерно. Так как стать блатным, если срок у тебя первый, ты заезжаешь. У тебя, допустим, пароход 80Х50Х60, барыжный пароход. В этом пароходе у тебя строго курить, чай, шоколад, кофе. Короче, наши деньги, что по этапу, что на тюрьме, что в зоне. Ты приезжаешь на зону, оглядываешься, ищешь знакомых, находишь талика, допустим. Ты ему говоришь, Толян, ты что, при делах? Он отвечает, да ты что, я правильный человек. А давай я к тебе помощникам пойду. Какие помощники, если только в семейнике или близке? Да вот у меня, Толян, немножко есть кубышки. Вот таким вот методом можно стать приближенным к блатному. Какое-то время проходит, Толик говорит, слышишь, Вася, а бабло то кончилось. Вася берет трубку и звонит маме, папе, надо хлеба. Или надо кабанчика, то есть передачу. Передача в зону на одного человека 20 килограммов, а вам надо 100 килограммов. И как вы будете это делать? Конечно, вам блатные расскажут. Берете 5 рыл, этих пятерых берете данные, те гривами машут. Вася получает передачу и эти, которые гривами махали, получают по 50 гр. Чаю, по пачке фильтровой сигареты 3-4 конфетки. И все. Я тебе уделил внимание. Я с этой ситуацией сам сталкивался. Ко мне подходили. Говорили, вот, у тебя же свободный лимит, дай нам воспользоваться. Говорю, нет, ребят. Был у меня один приятель, со мной же здесь на поселке жил, царство ему небесное, тому я дал, разговора нет. Больше никому я не давал, хоть у нас и отношения нормальные были. Да, чиферил с одной кружки, сигареты также ломал пополам, но данных своих я больше никому не давал. Потому что за весь свой срок я получил 2 бандероли, 3 посылки и 1 свиданка от младших братьев и сестер. В остальном, мои руки меня кормили, а лучше сказать, голова.